Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Масок нет, к сожалению. Да, раскопили, на самом деле. У страха глаза велики, но маски все-таки нужны. Так ли страшен коронавирус? Люди обращаются с вопросами в Минздрав и Муфтеатр Республики. Подробности сегодня. Ко мне привели девочку, конечно, каждый раз, когда я ее вижу, это сложно. Близится Международный женский день. В исправительной колонии в Кизельюрте прошел предпраздничный день открытых дверей. Как зона отчуждения превратилась в зону комфорта, увидели наши корреспонденты. Новое оборудование, высокотехнологичные операции и снижение смертности. Об этом говорили на коллегии Минздрава, где подвели итоги работы и обсудили планы на этот год. Разгул стихии оставил без крыши одной из зданий в Махачкале. Напомним, что МЧС по Дагестану сообщало об усилении ветра до 25 метров в секунду. В столице республики частично сорвало крышу здания фирмы АС на углу Акушинского и Хуршилова. По информации чрезвычайного ведомства, в результате происшествия пострадали две женщины. На место была направлена бригада скорой помощи. Коронавирус продолжает распространяться за пределами Китая, а в махачкалинских аптеках закончились маски. Люди обращаются с вопросами об опасности эпидемии не только в Минздрав, но и в Муфтии от республики. Так ли страшен этот вирус, как его разрисовывают в сомнительных источниках, и что думают об этом горожане, расскажет Хамзанур Магомедов. Масок нет, к сожалению. Да, раскупили на самом деле. А когда постановились, закончились они? Где-то вот 4-5 дней назад. В аптеках нет масок, склады пусты, но на улицах города редко встреча человека в этой же защитной маске. Последний раз их продавали по 20 рублей за штуку, и когда будет новая партия, и по какой цене, неизвестно. Большинству опрошенных в Махачкале достаточно спокойно относятся к возможному появлению коронавируса. Какой-то обостренной тревоги у людей нет. Вы боитесь этой болезни? Не-не, чего бояться? Все мы рождены, чтобы умереть. Так разобраться? Ну, за детей, конечно, переживаем. Я просто одела маску не потому, что сейчас идет, да, вот этот коронавирус. Я его как бы не боюсь. Я думаю, что все будет в порядке. Во всяком случае, такой сильной беспокойности пока. Ну, спокойно люди чувствуют себя. У нас, по-моему, в Дагестане нет такого ажиотажа, такого страха, что мы здесь окажемся больными и заразимся. Действительно, причин для паники нет. В инфекционной больнице нам сообщили, что это такой же вирус, как и все остальные, уже хорошо знакомые врачам. Заразиться могут в основном те, у кого ослаб иммунитет и не соблюдающие элементарную гигиену. Люди, которые с ослабленным иммунитетом, с фоном заболеваний, возрастные больные. Ну, доказано, что очень много легкой формы протекает. Не обязательно, чтобы они приводили к летальным исходам. По статистике видно, что процент летальности на сегодня 3,3. В принципе, это небольшой процент летальности, но опять-таки это тоже предотвратимо. Пневмония тоже лечится. Единственная проблема – ранняя диагностика и ранее начатое лечение всегда приводят к успеху. К счастью, в Дагестане еще нет ни одного случая заражения коронавирусом. Но даже если больные появятся, врачи готовы принять пациентов и помочь им побороть эту болезнь. С вопросами о вирусе, который шагает по земле, не зная границ, люди обращаются не только в Минздрав, но и в Мафтеат нашей республики. Духовинство затрагивает эту волнующуюся тему и в мечетях на пятничных проповедях. Призываем всех жителей региона предпринимать все необходимые меры по профилактике и лечению всякого рода заболеваний. Но вместе с тем не стоит поддаваться на провокации и намеренно распространять в социальных сетях фейковые ролики, которые сеют беспочвенную панику. Призываем всех быть благоразумными и опираться лишь на достоверные источники. Даже если в Дагестане зафиксируют случаи заражения коронавирусом, это не повод сеять панику и нагнетать обстановку. Большинство в нашей республике – люди верующие. А верующий человек хорошо знает фразу, что миновало тебя и не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. Переносить невзгоды, достойные относиться к трудностям мужественно, всегда было в крови у дагестанцев. Новое оборудование, высокотехнологичные операции, снижение смертности. На коллегии Минздрава подвели итоги работы ведомства и обсудили планы на 2020 год. Так, план диспансеризации взрослого населения выполнен полностью. Кроме того, расширились возможности своевременной эвакуации пациентов, особенно из труднодоступных районов. По сравнению с предыдущим годом, количество высокотехнологичных операций, выполненных в Дагестане, увеличилось более чем на 2000. За счет средств республиканского бюджета планируется закупить оборудование и автотранспорт на 796 миллионов рублей. За минувший год в учреждениях здравоохранения республики трудоустроено более 800 врачей, из них 250 направлены на работу в сельскую местность. В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения республики Дагестан» квалифицированными кадрами заключены 224 договора по программе «Земский доктор» и 10 договоров по программе «Земский фельдшер». Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии в Кизельюрте, смогли встретиться со своими детьми в теплой и праздничной атмосфере. Цель Дня открытых дверей, по словам организаторов, желание восстановить социальную связь между матерью и ребенком, соединить разлученных волею судьбы детей и матерей, адаптировать женщин к новой реальности и подготовить к возвращению в общество и семью. Встреча проводилась в рамках Международного женского дня. Алина Багилова покажет, что из этого получилось. В преддверии 8 марта стало настоящим праздником для осужденных женской колонии. Они получили возможность вне графика увидеть своих детей. Дети осужденных женщин чаще всего находятся в детских домах. И привезти их в колонию – большая проблема для воспитателей. Ко мне привели девочку, конечно, каждый раз, когда я ее вижу, это сложно. Вот она видит меня здесь счастливой, улыбающейся ей. Ну, ребенок не понимает всего, как есть на самом деле. И я стараюсь не дать понять ребенку этого. Самой, конечно, тяжело. Хочется домой. Хочется уже не совершать этих поступков. Для многих отбывающих наказание этот концерт стал значимым событием в жизни. В преддверии праздника звучали теплые слова и комплименты. Ведь женщина остается женщиной даже в местах не столь отдаленных. Побывать в роли артистов смогли не только приглашенные гости, но и сами женщины, отбывающие срок. Они подготовили разнообразную концертную программу, танцевальные номера, песни, стихи. Выступали все от мала до велика. Праздничным подарком стало выступление детей осужденных. Я ее встретил и занял, у меня манер ее руки. Я прекрасно понимаю, что в жизни каждого человека была светлая полоса, была темная. Рано или поздно этот период у вас кончится. Но мне хотелось бы, чтобы у вас в ваших сердцах этот период жизни был немножко скрашен какими-то приятными моментами. Плакали абсолютно все, как работники колонии, так и заключенные и родные. Но повод вовсе не печальный, напротив, радостный. Долгожданная встреча. Вообще-то все свидания в местах лишения свободы исключительно по графику. Не более двух-трех раз в год, а то и пять лет. Даже не знаю, чувствую, я не могу даже эмоции свои, даже то, что я сейчас чувствую, даже словами я не могу объяснить вот это все. Далее от детей, конечно, очень тяжело. Время пролетело быстро, и вот уже пора расставаться. На глазах у женщин и их детей выступили слезы. Они на прощание обнимали и целовали детей, которых увидят теперь не скоро. Считается, что самым большим мотиватором для исправления осужденного может стать его ребенок. И сотрудники колонии, организаторы проекта, работники системы исполнения наказаний надеются, что освободившись, женщины больше не захотят расставаться с родными и близкими. А потому сделают все, чтобы не вернуться в стены исправительного учреждения, в котором они долгие годы находились без своих детей. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. В Дагестане самое дешевое жилье в стране. Федеральная служба госстатистики провела исследование за последний месяц и за период с начала года, согласно которому в Дагестане наблюдается самая низкая стоимость жилья. Цена за квадратный метр в республике составляет 19 984 рубля. Следом расположилась республика Ингушетия и Саратовская область. Ну а самое дорогое жилье, как считают специалисты, в Чукотском автономном округе – 121 928 рублей за квадратный метр. Дагестанские легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата успешно выступили на Кубке России и Всероссийских соревнованиях среди юниоров Чувашии. Представители нашей республики стали обладателями трех золотых и одной бронзовой медали. В состязаниях среди юниоров первое место в беге на 60 метров заняло Умуф Магомедова. Третьим призером в толкании ядра стал Ибрагим Магомедбеков, а на Кубке России на высшую ступень пьедестала почета поднялись Алигаджи Абдурахимов в толкании ядра и Абдул Вагабов в прыжке в высоту. Напомним, что соревнования проходили в закрытых помещениях. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Приятных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова